Добрый вечер Приветствуем вас на концерте уникального коллектива хора «Московская оратория». Более 28 лет хор радует московскую публику своими благотворительными концертами. Наша миссия — нести в мир свет, любовь, красоту и гармонию. И объединять людей разных национальностей, которые любят классическую музыку и исполняют редкие произведения. Величие искусства, пожалуй, ярче всего проявляется именно в музыке. Она делает возвышенным и благородным все, что берется выразить, особенно когда идет от сердца. Мы находимся в мире различных народов, которые любят классическую музыку и хотят выполнить красивые и редкие произведения. Мы привыкли к нашему миру свет, гармонию, красоту и любовь. Это, возможно, в музыке, где младение искусства в качестве ярче появляется. Она вложит все, что она хочет expressить в небесы и в небесы, особенно когда она приходит от сердца. Сегодня прозвучит реквием Джованни Бетезини, произведение, которое можно назвать вершиной творчества замечательного итальянского композитора. В этом году со дня рождения Джованни Бетезини исполняется 200 лет. Сегодня в России во второй раз будет исполнено это незаслуженно забытое красивое произведение. Концерт имеет большое значение для каждого из нас. Мы верим в то, что он ознаменует возвращение к прежней жизни, когда мы могли заниматься любимым творчеством. И хотим, чтобы концерт стал одой благодарности всем врачам, чей самоотверженный труд помогает пережить это непростое время. Концерт посвящается светлой памяти всех, кто ушел от нас. Два дня назад ушла из жизни ректор и основатель Государственной классической академии имени Мемонида Вероника Рафаиловна Коган. Мы хотим этот реквием посвятить и ее памяти. Сегодня мы произведем для вас Ботисини's Requiem, для каждого из нас. Мы верим, что это будет признать возвращение к нашему прошлому жизни, когда мы могли практичить наш любимый артист, и мы хотим, чтобы концерт, то статью омне, как все наши дороги, которые уничтожили нас вошел от нас в течение тяжелых последних, которые уничтожили этот период. Который концерт является преследованием для всех, кто уничтожили нас в течение времени, что уничтожили наши военные. два дня назад. Она была ректор и фоундер Маймонид Классикальной Академии. И это реквием также дедикателен к своей памяти. Биомир-сервис и генеральному директору Надежде Перовой. А также Российскому Государственному университету дизайна и технологий имени Косыгина и его ректору, профессору Валерию Белогородскому. Сердечно благодарим наших информационных партнеров Институт религии и политики и его директора Антона Игнатенко, давнего партнера и помощника коллектива концертное агентство Турне и директора Галину Голубову. Выражаем искреннюю благодарность Евангелическо-лютеранскому кафедральному собору святых Петра и Павла и лично архиепископу Дитриху Брауэру за предоставленную возможность неоднократно выступать в этом замечательном соборе. Мы благодарим благодарность к нашему дону генеральному спонсору Р-1 highway construction company and its chairman of the board, Эдгар Арамян. And to Biomir Services JSC and its CEO, Надежда Пирова, and also to the Russian state Косигин University of Design and Technology and its rector, Professor Valeriy Bilgorodsky. We thank our information partners, the Institute of Religion and Politics and its director, Anton Ignatienko, and the long-standing partner and assistant of our group, the Tourne Concert Agency and its director, Galina Golubova. We offer our special thanks to St. Peter and Paul's Evangelical Lutheran Cathedral and personally to Archbishop Dietrich Brouwer for granting us many opportunities to give our performances in this wonderful cathedral. На сцену приглашается Антон Игнатенко. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну, наш сегодняшний концерт мемориальный. Он посвящен всем жертвам коронавирусной инфекции, которая вырывает из наших семей, из наших сердец одного за другим людей. Вспомнили Веронику Рафаиловну «Земля и пухом». Мой отец, Александр Игнатенко, президент Института религии и политики, тоже умер от последствий коронавируса. Давайте я посвящаю ту помощь, которую мы оказали в организации концерта, его памяти. Духовные лидеры нам говорят порой, что эпидемии, катастрофы, они связаны с тем, что люди забывают о необходимости согласия и мира между собой. И хочется верить, что вот такие прекрасные проекты, которые, благодаря нашим людям искусства, которые вот уже не первые десяток лет объединяются, объединяются, приезжают из разных стран, чтобы соединить свои голоса в звучании прекрасной музыки, благодаря им и благодаря результатам их творчества, мы, если кто верит, в глазах Бога окажемся достойными хорошей жизни. Спасибо большое. Я передаю. На сцену приглашается пропст центрального пропства Елена Бондаренко. Уважаемые дамы и господа, сердечно приветствую вас сегодня вечером в нашем кафедральном соборе святых Петра и Павла от имени Евангелической Лютеранской Церкви России. Сегодня у нас замечательный концерт. Мы благодарим всех тех, кто героически сражается с пандемией, а также вспоминаем всех тех, чьи жизни унес коронавирус. И это не случайно, что наш концерт в стенах старинной церкви, потому что врачи исцеляют тела, священнослужители исцеляют души, а музыка, она как универсальный язык, как универсальное лекарство, которое укрепляет наши сердца и отгоняет плохие мысли. Поэтому желаю всем вам благословенного концерта, хорошего вечера и здоровья. Уважаемые дамы и господа, убедительная просьба отключить на время концерта ваши мобильные телефоны. Ведется профессиональная аудио- и видеозапись концерта. Осуществляется прямая трансляция концерта на YouTube-канале хора Московской оратория. Просьба не выходить в интернет во время концерта, чтобы не создавать помехи и не перегружать сеть. Напоминаем вам, что в паузах между частями аплодировать не принято. Продолжение следует... Our concert is being professionally recorded and so you are asked to make sure that your mobile phones are turned off. The concert is also going out live on Moscow Oratorio's YouTube channel. You are also requested not to go on the internet at this time so as to avoid interference and not overload the network. Please refrain from applauding until the very end of the concert. Giovanni Battesini Requiem для четырех солистов хора и симфонического оркестра исполнители солисты лауреаты международных конкурсов Елизавета Пахомова сопрано Юлия Проняева Альт Уриэль Гранат Тенор Алексей Тюхин Баритон Международный хор Московская оратория Сводный хор Российского государственного университета дизайна и технологии имени Косыгина Московская мужская еврейская капелла художественный руководитель Александр Цалюк Московский государственный симфонический оркестр для детей и юношества художественный руководитель Иван Рудин Партия органа лауреат международных конкурсов концертмейстер хора Алина Смирнова художественный руководитель проекта и дирижер Александр Цалюк Желаем вам приятного вечера и ярких музыкальных впечатлений ПОТИСИНИ ПОТИСИНИ Реквием for four soloists choir and orchestra Our soloists are international competition winners Елизавета Пахомова soprano Юлия Праняева контролто Уриел Гранат тенна Алексей Цюхин баритон Our performers are Moscow Oratorio International Choir the combined choir of the Russian state Касигин University of Design and Technology Moscow male Jewish cappella Artistic Director Александр Цалюк Moscow State Youth Symphony Orchestra Artistic Director Иван Рудин The organ part is played by Алина Смирнова our accompanist and a prize winner in international competitions Conductor and Artistic Director Александр Цалюк We hope you enjoy our concert Applause 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 Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА